На прошлой неделе областной центр оказался под властью сильнейшей стихии. Шквалистый ветер и непрекращающийся дождь парализовал движение транспорта. Как итог, сотни повальных деревьев, линий электропередач и десятки затопленных машин. Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды, в частности убирать деревья. По всем вопросам необходимо обращаться в единую службу 0,5. Чиновники готовят большую муниципальную программу по сносу ветхих деревьев, чтобы подобной ситуации свести к минимуму. А всего на территории города упало более тысячи деревьев. И они продолжают падать на самом деле. Почему? Потому что идет перевлажнение почвы, она очень мягкая, и деревья валятся с корнями. А на сегодня мы, понятно, убрали основную массу деревьев с основных магистралей, из дворов. Еще у нас сейчас мы продолжаем работать по соцсобъектам. Планируется и переустройство ливневых систем на улицах Шолмова, Ефремова и Промышленной. Общий объем ущерба после урагана уже превысил 100 миллионов рублей. В эту сумму включены разрушенные дороги, упавшие деревья, оторванные кровли, затопленные дома. Для оформления документов на возмещение материального ущерба жителям готовы помочь юристы контакт-центра при главе города. У нас 22 машины пострадало, большая часть из них застрахована, поэтому ущерб будет компенсирован страховыми компаниями. Это первое. Второе, мы сейчас обращаемся на уровень федерального центра выделения дополнительных средств для того, чтобы мы могли оказать помощь. Ситуация на улице Новосвияжский пригород, где на выходных произошел сход грунта, остается стабильной. Окончательную оценку смогут дать эксперты института МЧС. А пока в гостинице города остаются 23 эвакуированных человека. Многие пострадавшие имеют другое жилье, и дома в оползневой зоне использовали под дачи. Другой оползень уже на улице Кирова, также остается под наблюдением специалистов. В городадминистрации отметили, что сейчас решается вопрос дальнейшего размещения гаражного кооператива «Кировец». Дарья Судрева, Руслан Баталов, Новости Ульянской правды.